Пока еще школьники и студенты, но уже ведут себя, как и положено в военном уставе. На плацу 108-го гвардейского десантно-штурмового полка не разговаривают в строю и стоят по стойке смирно. Конечно, эти несложные армейские навыки, которые на себе испытали новороссийские учащиеся в день призывника, не позволят по-настоящему проникнуться строгой военной дисциплиной. Но у молодых ребят на подготовку к трудностям армейской службы есть еще время. Начался день призывника с торжественного митинга. В нем приняли участие представители командования части Управления образования Новороссийского отдела по делам молодежи, военного комиссариата. Служить в армии – это большая честь для каждого мальчишки и девчонки, который, пройдя тяжелый путь, в конце концов становится настоящим мужчиной, гордостью и надежной опорой нашей страны. Современная армия – мобильная, высокоорганизованная и высокопрофессиональная. Убедиться в этом смогли все присутствующие, увидев показательные выступления разведроты, безупречное владение приемами рукопашного боя. Такая физическая и духовная закалка десантников не могла не покорить молодых ребят. Служба ВДВ почетная – это удел сильных и мужественных людей. Десантникам традиционно доверяют самые ответственные и сложные задачи. Молодым ребятам, которым предстоит призыв вооруженной силы, полезно было не только познакомиться с жизнью и бытом современной армии, но и узнать о тех новшествах для призывников, которые вступили в силу с января 2017 года. Наконец-таки было внесено в закон изменение о том, что граждане, которые обучаются в средних специальных учебных заведениях, теперь имеют право обучаться не до 20 лет, а до конца учебы в данном учебном заведении. Также снято ограничение на поступление граждан после окончания 11 классов в средние специальные учебные заведения. И эти граждане будут тоже получать право на отсрочку до конца обучения в этих учебных заведениях. Также с 1 января 2017 года разрешен призыв граждан на военную службу по контракту взамен военных служб по призыву, имеющих среднее специальное образование. Если с 1 января 2014 года был разрешен призыв таких граждан с высшим специальным образованием, то с 1 января 2017 года также граждане, имеющие среднее специальное образование, тоже могут заключить контракт и заменить военную службу по призыву на военную службу по контракту на два года. С большим интересом новороссийские школьники приняли участие в экскурсии по территории 108-го десантно-штурмового полка. Разделившись на команды, ребята отправили знакомиться с разными сферами службы, посетили учебный корпус, столовую, тренажерный зал, спортивный комплекс. А вот задержаться подольше постарались не только мальчишки, но и девчонки около образцов настоящего боевого оружия. Особо заинтересовало ребят то, что все можно увидеть собственными глазами, потрогать руками и задать интересующие вопросы. Мне предполагалось при выступлении десантников, как они ходили, стреляли, бегали. И вот как оружие выглядит вообще само по себе. Сам думаю, тоже сюда пойти. Я очень хотел сюда попасть, потому что, ну, во-первых, тут можно посмотреть разные оружия, которые используются, наша российская армия. Можно их посмотреть, узнать, как, ну, что ждет тебя в будущем, если ты, например, захочешь стать военным. Ну, это, на самом деле, очень интересно. И я, на самом деле, очень рад, что я сюда попал. С уверенностью можно сказать, что день призывника в 108-м десантно-штурмовом полку прошел успешно. Ведь каждый из молодых ребят, хоть и на короткое время, но ощутил себя полноправным защитником государства и настоящим мужчиной. Александра Гришина, Сергей Витько, Новая Россия.